Книга Русь Книга Русь Махлон и Хелион умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимин сказала двум снохам своим, «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа». И поцеловала их, но они подняли вопль и плакали, и сказали, «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Наимин же сказала, «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем череве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказала, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать, и Орфа простилась со свекровью своею и возвратилась к народу своему, а Руфь осталась с нею. Наимин сказала Руфе, «Вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам, возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и Бог твой моим Богом, и где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее, и шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили, «Это Наиминь». Она сказала им, «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» И возвратилась Наиминь, и с нею сноха ее Руфь-Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Глава вторая. Книга Руфь. У Наиминьи был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Воос. И сказала Руфь-Моавитянка Наиминь, «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам, «Господь с вами!» Они сказали ему, «Да благословит тебя Господь!» И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам, чья это молодая женщина. Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина, Моавитянка, пришедшая с Нуеминью с полей Моавитских». Она сказала и пришла и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома. И сказал Вооз Руфи, «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот, я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь петь, иди к сосудам и пей. Откуда черпают слуги мои?» Она пала на лицо свое и поклонилась до земли. И сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка?» Вооз отвечал Гей и сказал, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей до посмерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Она сказала, «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой, ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабын твоих». И сказал ей Вооз, «Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась, и встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав, «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее, да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает и есть, и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взял это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула ровь из пазухи своей, и дала ей то, что оставила наевшись сама. И сказала ей свекровь ее, «Где ты собирала сегодня, и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала, «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Вооз». И сказал Наиминь снохе своей, «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей Наиминь, «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руфь Моавитянка сказала свекрови своей, «Он даже сказал мне, будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей». И сказал Наиминь снохе своей Руфи, «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она со служанками Воозовыми, и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя, и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Глава третья, книга Руфь. И сказала ей Наиминь, свекровь ее, «Дочь моя, не поискат ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Вооз, со служанками которого ты была, родственник наш, вот он в эту ночь, веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его, и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать». Руфь сказала ей, «Сделай все, что ты сказала мне». И пошла на гумно, и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Вооз наелся и напился, и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать под лескирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Вооз, «Кто ты?» Она сказала, «Я Руфь, раба твоя, простри крыло твое на рабу твое, ибо ты родственник». Вооз сказал, «Благословенно ты от Господа Бога, дочь моя, это последнее твое доброе дело, сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь, завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет, а если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра». И спыла она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга, и сказал Вооз, «Пусть не знают, что женщина приходила на гумно, и сказал ей, «Подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее». Она держала, и он отмерил ей шесть мер ячменя, и положил на нее, и пошел в город. А Руфь пришла к себе крови своей, та сказала ей, «Что, дочь моя?» Она пересказала ей все, что сделал ей тот человек. И сказала ей, «Эти шесть мер ячменя он дал мне и сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками». Та сказала, «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тут не останется в покое, не кончив сегодня дело». Глава четвертая книга Руфь. Вооз вышел к воротам и сидел там, и вот идет мимо родственник, о котором говорил Вооз, и сказал ему Вооз, «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Вооз взял десять человек из старейшин города и сказал, «Сядьте здесь». И они сели, и сказал Вооз родственнику, «Но имень, возвратившаяся с полей Моавицких, продает часть поля, принадлежащую брату нашему, Елемелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать, купи присидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал, «Я выкупаю». Вооз сказал, «Когда ты купишь поле у Наимине, ты должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник, «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля. При выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела один снимал сапог свой и давал другому, который принимал право родственника. И это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу, «Купи себе». И снял сапог свой и дал ему. И сказал Вооз старейшинам и всему народу, «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Ноемини все Елемелехова и все Хелионова и Махлонова. Также и Руфь, Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жены, чтобы оставить имя умершего в уделе его и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот, место пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, «Мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретай богатство в Ефрафе и дославится имя твое в Ефлееме. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Афамарь, Иуде от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины. Ты взял в овоз руфь и она сделалась его женою. И вошел он к ней и Господь дал ей беременность и она родила сына. И говорили женщины на имени, «Благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника и да будет славно имя его в Израиле, он будет тебе отрадуя и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучшей семьи сыновей». И взяла на имень дитя сие и носила его в объятиях своих и была ему нянькою. Соседи нарекли ему имя и говорили, и нарекли ему имя Авид. Он отец Иесея, отца Давидова. И вот род Фаресов. Фаресов родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона, Салмон родил Вуоза, Вуоз родил Авида, Авид родил Иесея, Иесей родил Давида. Субтитры создавал DimaTorzok